Антитеррористическая операция Насколько она соответствует действующему законодательству В том формате, в котором она проводится Обстрелы от тяжелой артиллерии Авиаудары по жилым кварталам И так далее Вы практически ответили на этот вопрос самостоятельно Естественно, что есть очевидные нарушения Не просто даже закона А обычной человеческой морали И обычного здравого смысла В чем это заключается Антитеррористическая операция По сути проводится точечно И естественно, что мирные То есть при подготовке учитывается все В том числе и риски Есть ли какие-то риски нанести ущерб Например, недвижимости мирного населения Самому мирному населению и так далее Антитеррористическая операция исключает такие риски То есть готовятся тщательно По сути мы с вами видим, что На нынешний момент антитеррористическая операция Она носит характер карательный Ну, в народе говорят Знаете просто Шмаляют без разбора Во всех, во все Соответствующей подготовки у тех, кто ею занимается Нет Специалистов нет И естественно, что мирное население Это обычные старики Инвалиды Женщины с детьми Оставшиеся дома Это те, которые попадают В прицел украинского солдата А как ее по-другому можно, например, вести Когда обстрелы блокпостов Ну, позиция украинской армии И других батальонов Проводятся из территории жилых кварталов Опять-таки, это некомпетентность Это неподготовленность Это абсолютное отсутствие Тонкого военного расчета Этим должны заниматься специалисты Антитеррористическая операция Которая длится не один месяц Она уже превратилась практически в войну Гражданскую войну Гражданскую войну, конечно А скажите, много ли депутатов Верховной Рады поддерживают Проведение антитеррористической операции В таком формате, как она сейчас проходит Ну, об этом можно судить по голосованию За определенные законопроекты И постановления Верховной Рады По-моему, для вас это не секрет Что в таком виде антитеррористическую операцию Так называемую Поддерживает правая часть зала Это свобода, это удар Это батькивщина И присоединившиеся к ним перебежчики Которые создали свои депутатские группы И так далее Конечно, противниками такой антитеррористической операции Является оппозиция Это коммунисты и регионалы Никто из коммунистов и регионалов Которые остались не голосовал Но в данном случае могу сказать Я не могу говорить за всех Я могу говорить только за себя И за позицию своей фракции Которую мы обсуждаем на совещаниях Фракции, проходящих перед каждым сессионным днем Естественно, что все наши призывы К тому, чтобы антитеррористическая операция В таком виде была прекращена Ее просто... Но эти призывы никто не слышит Значит, возникает вопрос Что кому-то это выгодно И именно только таким методом Методом убивать Будут вести дальнейшие действия Власть имущие Ну, они отдают себя счет Что вот такие действия В основном вредят мирному населению А ополченцы во время обстрелов Прячутся в виндажах И, в общем-то, их мало затрагивает Вы знаете, такое ощущение Что их вообще это мало волнует Они не относятся к этому горю как к своему Они относятся исключительно к чужому Есть более циничная позиция Что это издержки А по сути происходит следующее Уничтожаются, зачищаются, ликвидируются В человеческом понимании Те регионы, которые никогда За эти политические силы Которые согласны на такие действия Никогда за эти политические силы Эти регионы не проголосуют Там поддержки нет А значит, мол, их и не жалко Ну, это сверхцинизм Конечно, это сверхцинизм А кто сказал, что это гуманно? А кто сказал, что это справедливо? А кто сказал, что это по-христиански? С другой стороны, они же кидают эту мясорубку И жители западной Украины Безусловно Отсылают абсолютно неопытных юнцов У которых нет соответствующей подготовки То есть стравливают украинца с украинцем Наверное, кому-то это выгодно Я полагаю, что причина вот таких вот бездумных Абсолютно кровавых действий Со стороны нашей власти Киевской хунты В том, что они являются управляемыми Они не самостоятельными Они просто выполняют приказы Которые спущены сверху Я не знаю, из Вашингтона Из Брюсселя Откуда-то еще Скажите, а та часть депутатов Которая поддерживает антитеррористическую операцию Которая голосует за продолжение Из класса этого конфликта Кто-нибудь из них отправил своих взрослых детей Воевать на Восточный фронт? Ну, пока я видела только такие бравурные Залихватские фотографии Сына господина Гриценко В военном обмундировании Я видела пару таких же гламурных фотографий Что касается их непосредственного участия В зоне военного конфликта Я такими данными не располагаю Даже могу подозревать, что у большинства Подавляющего большинства сыновей Наших властимущих у всех Есть так называемые белые билеты То есть воевать чужими руками всегда легко Шутка о том, что Верховная Рада Сформирует спецбатальон мажора И отправит его на Республику Я бы очень хотела на это посмотреть Я бы хотела посмотреть на этих людей Которые сделают это вместо заявлений То есть где конкретные шаги Где конкретные действия Вы использовали такое слово как «хунда» Вы все-таки поддерживаете ту позицию о том Что в 20 числах у нас произошел У нас произошел переворот У нас произошел захват власти С помощью оружия С помощью информационных технологий И у меня нет никаких сомнений В ином варианте развития событий Вы считаете, это правительство Абсолютно нелегитимно Дискутировать о легитимности Зная, что нарушена конституция Нарушено законодательство Вот просто смешно Это спор с дураками Хорошо, а вот 25 мая прошли выборы президента Народ Украины Ну за исключением двух областей Из Крыма, которым мы потеряли Он в общем-то прогрессовал за Порошенко Явка была более 50% Это в общем-то легитимизирует власть Легитимизирует за счет чего? У меня нет уверенности Что результат, который был высвечен На табло в ЦИК реален Я подозреваю, что были массовые фальсификации Я даже подозреваю, что подставные Участники гонки Которые есть в списке кандидатов Делились голосами Для того, чтобы обеспечить гонку В один тур Это первый момент И второй момент Как вы себе вообще представляете Реальную легитимность президента Который избран без практически 10 миллионов населения из 45 То есть если брать население Донецкой и Луганской области Это где-то миллионов 7-7,5 И добавьте сюда Крым Более того, я прекрасно понимаю Что именно эти голоса Мешали технологам Порошенко В реализации сценария Выборы в один тур под господина Порошенко Почему? Потому что Если бы эти регионы действительно голосовали Не было бы никакого тура Только первого Был бы второй И не факт, что в данном случае Этот человек мог бы победить То есть до сих пор остаются сомнения в том Что это реальный результат Это реальная воля изъявления Если мы вернемся к КТО Ополченцы, которые выйдут на Донбассе Сообщают о очень больших потерях Украинской армии Ну и вообще все группировки Которые в них участвуют Нацгвардии Различных батальонов Донбасс И так далее При этом Наше министерство обороны Тимчук И другие Люди, которые Освещают эти события Они говорят О незначительных потерях До двухсот человек Вообще в радио ходят Циркулируют слухи О реальных потерях Или нет информации Сложно считать Более того Почему так происходит Во-первых Очевидное замалчивание Достоверной информации Это факт налицо Во-вторых Делают это за счет того Что в зоны Где находятся Трупы убиенных Например По Донецкой области У меня есть такая информация Не допускается Не только медицина Катастроф Но и не допускается Государственная служба По чрезвычайным ситуациям Дабы Не допускайся Властями Властями Которые Абсолютно так Абсолютно так Совершенно верно Наверное для того Чтобы сокрыть Реальное Состояние дел Но для чего Это делается Для того Чтобы Прежде всего Попытаться Избежать Массовых протестов Потому что Когда в те регионы В которые пошли Гробы С убитыми Военнослужащими Начались Митинги Протеста Матерей Естественно Власть не сможет Удержать ситуацию По стране Если это будет Происходить Повсеместно Есть непроверенная Матерей Отправивших Детей На войну Нет информации О том Жив ли Ребенок Жив ли Сын Жив ли Брат Жив ли Муж Который Воевал Я так понимаю Что некоторые Наверняка Получают Отписки Или пропал Без вести Или Дезертировал Или взят В плен И так далее Реальной картины Нет ни у кого Очевидно Что скрывают Информацию Только для того Чтобы подавить Социальный Протест Людей Которые Видят Во что Это превратилось Украинец Стреляет В украинца Идет Гражданская Война Сейчас На Украине Действуют Батальоны Донбасс Азов Днепр Какой правовой статус Они имеют Нет у них Никакого Правового статуса Для меня Это являются Вооруженные Формирования Можете Называть их Бандформирования Как угодно Но по сути Частная армия Это признак Нездорового Общества Более того Насколько я знаю Даже лицемерная Европа Потихоньку На ушко Господину Порошенко Заявил о том Что его задача На нынешний момент Разоружить Частные Формирования Поскольку Это не является Признаком Демократического Государства Более того Я знаю о том Что ему Также на ушко Намекнули о том Что те люди Которые будут Финансировать Эти частные Вооруженные Формирования Могут Подвергнуться Санкциям Поскольку Они таким Образом Финансируют Терроризм Получается Любой человек Может сейчас Сделать Банду Безусловно Вооружить И Творить Беззаконие Откуда Они оружие Берут Существует Конечно же И легальный И нелегальный Рынок Оружия Все упирается Только в деньги Те кто Имеют эти деньги Те и Покупают Это оружие Таких людей Не много Есть люди Которые Об этом заявляют В открытую Например Господин Коломойский Который Имеет Свои частные Батальоны Например Господин Ляшко Хотя я не считаю Его напрямую Например Покупщиком Оружия Скорее всего Есть добрые В кавычках Люди Которые Ему с этим Помогают Но Ляшко Заявил Что у него Половина Людей Уголовники Это не он Заявил Это заявил Господин Аваков Который Начал проверять Просто Биографии Тех людей Которых Господин Ляшко Подал В списке А там Есть ролик Подтверждения Его Ляшко Словили То есть Он все-таки Знал Об этом Ну Тогда Это вообще Чудовищная Вещь Более того Мы же знаем Что сейчас Прошла Некая Амнистия Были выпущены Сотни людей С криминальным Прошлым И с тюрем Которым Предложили Некую Сделку Что они Повоюют За Так сказать Украинскую Армию Для того Чтобы Скостить им Какие-то Сроки Либо Погасить Судимость А вот Статус Национальной Гвардии Правовой Статус Она Какой-то Имеет Или Это тоже Да Были Соответствующие Документы Но на нынешний Момент Давайте Все-таки Посмотрим На качественный Состав Национальной Гвардии Что такое Национальная Гвардия Это фактически Люди Агрессивные Люди Которые Были Забраны С Майдана Которых Официально Вооружили Которым Дали Официальное Оружие В руки И Только В характере Этих Людей Ничего Не Поменялось То есть Начинали Они С противозаконных Действий На Майдане С коктейлей Молотова С незаконного Вооружения Заканчивают Примерно Тем же Самым По сути Я думаю Что В существовании Национальной Гвардии Заинтересована Нынешняя Власть Еще и Вот Почему Либо Эти люди Бы остались На Майдане И представляли Очевидную Угрозу Для Нынешней Власти Которая Явно Занимается Не тем О чем Провозглашали Люди На Майдане Причем Мирные Действительно Демонстранты И чего Хотел Майдан От Нынешней Власти Поэтому Отправляют Их На Самую Настоящую Мясорубку Чтобы Просто Так Сказать Цинично Почистить Ряды Тех Кто Потенциально Опасен Для Нынешней Власти Есть Такое Мнение Замечательно Восток С востока Люди Умирают В Национальной Гвардии Люди Погибают В боях Замечательный Вообще Расчет Правда Достаточно Цинично Бесчеловечно Этих людей По сути Ждет Нюрнмерх 2 Будет Он В Славянске Будет Он В Семеновке Будет Он В Карматорске Я не знаю Где Он Будет Но Наверняка Будет Может В Тернополе Там Где Родина Парти Свобода Возможно Водчина В которой Они Кстати Также Теряют Сейчас Поддержку Вы Являетесь Заместителем Временной Следственной Комиссии Верховной Рады По Майдане Как вообще Расследование Проходит Никак Господин Маскаль Рассказывает Какие там Казочки Дедуся Маскаля Про какие-то Выводы Эфемерные Этой комиссии Причем Выводы Противоречат Друг другу Сначала Он заявляет О том Что Такие МВД Готовило Некие Акции По Расстрелу На Майдане Потом У него Резко Меняется Сомнение Он говорит Что Беркут МВД Не причастны И так далее Вопрос Только один Комиссия Ни разу Не собрала Кворум А значит Не выносила Вообще Никаких Решений Более того Были довольно Абсурдные Ну я понимаю Что они имели Целью Просто Не собрать Комиссию А создать Площадку Для пиара Маскаля Были такие Абсурдные вещи Как например Приглашение Членов комиссии На вчера Ну допустим Заседание комиссии В четверг А приглашение На него Ко мне Приходит В пятницу Вот такие Вещи Были То есть Цели Собрать Комиссию У господина Маскаля Не было Более того Когда я пришла На одно из заседаний Был устроен Самый настоящий Цирк То есть Я попросила Повестку дня Мне ее не дали Я попросила Список Приглашенных Людей Для собеседования Мне не дали Я попросила Стенограммы Предыдущих Выступлений Заседаний Комиссии Мне не дали И господин Маскаль Который все время Ссылался на некую Стопу документов Лежащую перед ним Я попросила Прилюдно При всех журналистах Которые были Их достаточно было Много Ознакомиться Да Ознакомиться Он просто Чуть ли не животом Лег на эту пачку документов И сказал Что это вообще Его личные документы Он никому не собирается Их показывать Если я хочу С ними ознакомиться Я зачем-то должна Прийти в его личный кабинет Я воспринимаю Это двусмысленно Это раз Во-вторых Я не понимаю Почему я не могу Как член комиссии Ознакомиться Прилюдно С этими документами Каким образом Делает выводы Исходя из чего Господин Маскаль О которых он потом Вещает Мне тоже неведомо Более того Я пошла дальше Я составила Письменный запрос На господина Маскаля С требованием Предоставить мне Копии Абсолютно всех Исходящих документов Из комиссии И входящих документов В комиссию Я получила Ровно ноль бумажек Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому